Девушки отдыхают Страда у комбайнеров начнется совсем скоро, уже в начале сентября. Каждый год они собирают около 4000 тонн кукурузы. Столько же весит круизный лайнер. В основном мы используем все эти кукурузные поля. Они вызревают за то, что в период вегетации кукурузы мы получаем в Краснодарского края семена кукурузы и сенгушечья. Кукуруза в нашем суровом климате приживается с трудом, поэтому миллионы квадратных метров полей предназначены не для продажи. До конца она поспевать не успевает, вот и остается миниатюрной. Хотя она и такая вкусная. Знаю, пробовала. Мне сказали, что кормовая кукуруза очень даже вкусная и ее можно кушать тоже людям. Говорят, хрумкайте на здоровье. Ну вот попробуй. Прикольно. Ну она такая немного слегка кисловатая. И очень прям свежая, вот как консервированная в привычном понимании. Только свежая. В моем детстве кукурузных полей не было. Свежая только что с огорода кукуруза для горожанина в диковинку. С детства я живу в деревне, поэтому по кукурузе всегда мы бегали еще в детстве. Набивали этими початками за пазуху, под рубашку. И хрумкали ее с удовольствием, питались тоже. Выросли здоровенькими, крепкими ребятами. У недозревшей кукурузы, кроме непривычного вкуса, богатая шевелюра. Вот она, настоящая краса, русская коса. В городе привыкаешь к тому, что нельзя мусорить, потому что все у нас сделано из пластика, из железа. И здесь лишний раз тоже боишься кинуть что-то на землю. Потом вспоминаешь, что это же сама мать природы создала. Что это все естественно, она сама создает, сама перерабатывает. Что это даже удобрение для земли. Кукурузу, как в свое время картошку, на русскую землю завезли еще во времена Российской империи. Но ее эпоха началась при Хрущеве. Грандиозной целью советской власти было наладить ее массовое производство. Однако на пути кукурузным долинам стали нешуточные преграды, которые свернули производство уже через 4 года. Никита Сергеевич съездил в США, увидел, насколько высокопродуктивная данная культура, как она будет в основе зернового производства. Ну и, можно сказать, загорелся, перенести американский опыт на нашу территорию. Не обратив совершенно внимания, что здесь совершенно иная климатическая зона. Потом стали выращивать кукурузу в районах более северных. И нужно было возить семена, которые были морозоустойчивые из США и Канады. С учетом осложнений 60-х годов, потом резкого роста цен на семена, оказалось, что собственные культуры не приспособлены. А это вот голландские сорта. Уже проверенные, которые урожайные. На рынке пользуются спросом, что в свежем виде, что в отварном. Капризная кукуруза любит тепло и заботу. Она может дозреть даже на нашей земле. Но за это попросит от вас тепличных условий даже на юге края. Культурная кукуруза требует к себе тоже культурного отношения. В общем, рассада сеется зернышком в теплой теплице, которая еще топится печки. Требует к себе тепла. Ловим в теплице всходы в стаканчиках. Высаживаем в поле рассады. Рассада уже идет сантиметров 20 высотой. Также в поле приходится еще раз укрыть все это пленкой. Ночью холодной должна быть приживаемость. Зато труды фермеров вознаграждены покупательским спросом. На рынке в сезон кукуруза буквально исчезает. Она очень вкусная, полезная, богатая микроэлементами. Даже шутим мы, что золотом немного. Ребятишек кормим, говорим, кушайте золотки. Золотком обогатитесь. И здоровье молодецким. В топе полезных свойств кукурузы врачи на первое место ставят ее низкокалорийность и универсальность. Ее рекомендуют есть в любом виде. Сырую кукурузу можно употреблять, но как-то принято больше употреблять вареную. Кукуруза отличается тем, что если, допустим, многие другие овощи меняют свои составы при тепловой обработке, то кукуруза практически не меняет. Много сахара содержится в кукурузных хлопьях, поэтому врачи рекомендуют ими не увлекаться. Кстати, хлопья, как они есть, появились в 19 веке. При приготовлении лепешек повар отвлекся, и кукурузная мука свернулась. Мастер кулинарии обжарил комочки с обеих сторон и получил новое блюдо. Из кукурузы, как и из картошки, можно придумать массу вкусных явств. Экспериментируйте и обогащайтесь золотом.